Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, о котором мы не знаем. Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли ангелы? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Более 35 лет Сид Рот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Моя гостья с точностью лазерного прибора предрекает будущее. Эта женщина творит самые невообразимые чудеса, которые только можно себе представить. Я думаю, вы готовы услышать, что она скажет сегодня в этом выпуске. И что самое удивительное, она не только предсказывает, но еще и рифмует рэп. Так как я большой поклонник премьер-министра Нитаньяху, и поэтому я знаю, как его называют в кругу семьи. Его прозвище Би-Би. Вы ведь даже и не подозревали об этом? Даже близко не было. То есть вы ничего об этом и не знали? 84-й год. Задолго до этого? Да, задолго до этого. Сейчас вы сможете прочитать нам этот рэп-пророчество, да? Если вы настаиваете, то конечно. Спасибо. Был один из дождливых сентябрьских вечеров. Я очень хорошо помню его, потому что тогда мы пели песню в церкви. И неожиданно я вдруг стала говорить слово от Бога. Малыша Би-Би поставит Всевышний посреди земли с планом его. Он сказал, пришли времена, что прежде не бывали. Он станет как Давид, пусть он об этом знает. В слезах проведет он дни и ночи. Не даст он вам землю, не отберете. Мой малыш Би-Би страшнее боеголовки. Ну, что тут можно добавить? Расскажите нам, кто такой этот Би-Би? Что вы подумали тогда об этом? Я понятия не имела, о чем речь. Я знала, что у Давида было всего пять камней, чтобы победить Голиафа. Это был неравный бой. Но я уверена, что Давид победил Голиафа своими словами еще прежде того, как камень попал ему в голову. И я также знаю, что есть мужчины и женщины, в жизнях которых совершаются дела веры. И когда они говорят, нет, я запрещаю это, небеса становятся на их сторону. Когда мы видим совершенно обычных, на первый взгляд, людей, мы должны уметь разглядеть их сверхъестественные способности. Да, я поражен вам пять лет. Ваш папа ушел на войну, а мама работает в другом городе. А вы живете с бабушкой и дедушкой и часто остаетесь одна. Но однажды к вам пришел таинственный гость. Знаете, это на самом деле чудесная история, потому что во время войны всем приходится очень и очень тяжело. И в то время, как вы и сказали, папа был на фронте, а мама в другом городе, и я жила с бабушкой и дедушкой. Утром они давали мне небольшой кувшин с фруктовой водой и арахисовое масло со словами «А теперь иди, поиграй на улице». Поэтому уже с пяти лет я играла одна, сидя под амбаровым деревом. У меня не было ни игрушек, ни друзей, никакого-либо общения. А бабушка никогда не улыбалась. Действительно, никогда. Так и было, пока однажды дедушка не сказал «Рут, в городе будет Родео соревнование ковбоев». И тогда я впервые увидела ее улыбку. Я не знала, что такое Родео, но если это заставило старушку улыбнуться, то, наверное, это что-то невероятное. На следующий день, играя у дерева, я вся испачкалась, когда вдруг услышала музыку. Я никогда такой музыки еще не слышала. У нас не было ни радио, ни телевизора. Услышав ее, я решила, что это должно быть Родео. И вдруг появился он. Передо мной открылась золотая лестница. Мы жили у реки Уошита. Дедушка ловил рыбу для продажи, и мы жили на воде, хотя это было опасно. Этот человек спустился по золотой лестнице и прямо по воде подошел к тому месту, где я была. Бабушка всегда запрещала мне разговаривать с незнакомыми людьми. А этот был самым необычным незнакомцем за всю мою жизнь. И единственное объяснение, которое у меня тогда нашлось, это то, что он был вместе с Родео. Он подошел ко мне и посмотрел прямо на меня, всю в грязи, растрепанную и явно оставленную без присмотра. Потом он спросил, что ты делаешь? Я ответила, делаю кулички из грязи. Я их тоже раньше делал, сказал он. Мистер, вы приехали на Родео? Спросила я. Я здесь, чтобы найти овец. Я спросила, а как вы спустились по лестнице? Тогда он сказал, видишь эту лестницу? Придет день, когда ты проведешь миллионы людей по этой лестнице. Мне вас не судить. Но давайте продолжим. Вот вы уже замужем, произошла ужасная трагедия, случилась так, что ваша трехлетняя дочь потеряла палец. Мы были все вместе в доме у моих родителей, а у нас в семье было пятеро детей. Когда пятеро детей, всегда шум и гвалт, и всегда что-нибудь происходит. Вдруг я услышала этот крик, такой, от которого разрывается материнское сердце. Когда мы прибежали, мы увидели, что Кэти лежит на полу. Ей тогда было три года. Все вокруг было в крови, и мы не могли понять, где именно она ранена. Я хотела скорее помочь своей дочке. Мой муж поднял что-то с пола, и мы поняли, что это ее пальчик. Он сказал, мы едем в больницу. Пока что позвони туда, предупреди заранее, чтобы нас сразу же приняли. Я села в машину, а Кэти просто жвала жвачку и смотрела в окно. Она даже не плакала. Зато Джордж плакал. Я спросила, что случилось? Я только что помолился и попросил Бога, пожалуйста, убери боль. Я все, что угодно сделаю, я буду служить тебе всю свою жизнь. Он говорит мне, и ты тоже, скажи ему это. Нет, я не буду это говорить, ответила я. Ты должна, сказал он. Я ничего не должна. Тогда он ответил, Клэрис, чего ты хочешь? Я сказала, я хочу новый палец, я хочу новый ноготь и новый большой палец. Если это действительно Бог чудес, то я хочу увидеть его. Сверхъестественные дела. Мой муж ответил, нельзя заключать сделку с Богом. Я ее уже заключила. Затем мы добрались до больницы. Появился врач и спросил, а где палец? А нам даже в голову не пришло взять его с собой. Я позвонила отцу. Папа, ты случайно не нашел маленький пальчик Кэти? Он сказал, о, милая, он лежал на полу. Я поднял его и выбросил в мусорное ведро. Оно было забито остатками кофе и капустными листьями. Я сказала отцу, положи его в лед и привези в больницу. Когда он приехал, врач сказал, уже поздно, мы не можем его пришить. И говорю вам, на меня вдруг что-то нашло, и я ему ответила, нет, вы его пришьете. Я отказываюсь его пришивать. Нет, вы пришьете, сказала я. Тогда он сказал, если она будет дергаться, я прекращу операцию. Я не буду делать анестезию. Он назвал причины, почему это невозможно. Я сказала дочке Кэти, этот дядя пришьет тебе пальчик. Главное, не плачь. Она посмотрела на своего папу и сказала, папочка, у тебя самые красивые глаза. А потом заснула и совсем не двигалась. И тогда врач смог пришить пальчик. Три дня спустя мы принимали ванну. Врач сказал, он черный, в нем нет крови, он не удержится. Ну что тут можно еще добавить? Это совершенно нормальная ситуация с точки зрения Библии. Расскажите нам, как вы в молодости заболели. Кларис была очень больна, и вот она услышала, что в город приезжает женщина по имени Кэтрин Кульман. Она пошла навстречу с ней. Тогда она сидела на последнем ряду в зале. Но у Кэтрин был дар слова знания, и у нее было слово для вас. Кстати, какая у вас была болезнь? У меня был туберкулез, а также астма и еще аллергия. И просто проблемы со здоровьем в течение 13 лет. Мне приходилось спать сидя, потому что иначе я не могла дышать. Так что все это было достаточно серьезно. И вот Кэтрин, а у нее действительно был уникальный дар, сказала мне, «Ты давно ждала этого?» Я подумала, да, почти 13 лет. Она подошла ко мне все ближе и сказала, «Дорогой Иисус». У нее были длинные рукава и браслеты на руках. Она продолжила, «Здесь есть женщина, которая очень-очень больна. Когда она это произнесла, мое тело буквально затряслось. А я просто сижу сиднем на своем месте и не знаю, чего мне ожидать. Потому что я видела, что люди падали, когда она молилась за них. Меня это испугало. Мне не хотелось вставать и идти. И так я чуть не пропустила свое исцеление, если бы не женщина по имени Мэгги. Я знал Мэгги. Вы знали ее? Тогда Мэгги подошла ко мне и сказала, «Сейчас ты переживаешь исцеление». Я ответила со мной, «Все в порядке, я не больна». Я была не только больна, но еще и солгала. Когда я это сказала, Кэтрин остановилась и говорит, «Ах, какая упрямая женщина! Ей нужно знамение». Меня будто вскрыли сознание, и у меня началась пляска святого Вита. Меня всю трясло. Мэгги посмотрела на меня и сказала, «Теперь встань и исповедуй свое исцеление». Слушаюсь, мэм. Я встала и стала пробираться вперед. Кэтрин, в зале собралось около трех тысяч человек. Она вышла мне навстречу, положила руки на меня и сказала, «Как мне было дано, так я и отдаю тебе». Я подумала, что хорошо бы еще понимать, что она имеет в виду. И вдруг внезапно какая-то сила подняла меня. Меня отбросило назад на пять метров примерно. Так я оказалась под пианино, и это место показалось мне самым уютным в мире. А как ваше состояние? Оно улучшилось? Да, все прошло. Я мгновенно исцелилась. Это было давно, в 1971 году. Понятно. Но вот что самое замечательное. Она не просто получила исцеление, а угадайте, что? Вот Клэрис заходит в лифт, и понятно пока, что она еще ничего не знает о действии Духа Святого, о том, что называется, падением Духи. Она ничего об этом не знает. Но что с ней случилось? Некоторое время спустя она ехала в лифте, и что произошло? Когда двери лифта открылись, я увидела, что там уже около десяти человек. И как только я вошла туда, все они, все десять, упали на пол. Я очень удивилась и не знала, что и думать. Я боялась, что мне придется сделать защитные чехлы себе на руки. Когда я физически соприкасалась с людьми, они тут же падали. Что бы это значило? Тогда я решила воспользоваться лестницей. Еще бы, но ведь с вашим участием происходили еще самые невообразимые чудеса. Расскажите об этом. Вот именно что невообразимые. И так было с вами везде, но расскажите, что случилось у вас дома с вашим сыном Треем. Трею было 12 лет тогда. У нас четыре дочери и один сын. Трей был большим проказником. У него рыжие волосы и соответствующий темперамент. Я куда-то собиралась идти и сказала ему, «Сынок, сегодня из дома не выходи, я вернусь днем». И, конечно же, он забыл о моих словах и пошел гулять. На дороге он увидел заброшенный кем-то контейнер с электролитом для аккумулятора. Он не знал, что это. Знаете, мальчишки любят все пинать. Он хорошенько пнул его, так что он отлетел на много метров, а потом решил посмотреть, что внутри. И вот тогда контейнер взорвался. Когда кислота попадает на кожу, это ощущается, как уколы миллионов жгучих иголок. И тогда эта кислота попала ему на лицо, грудь и руки. Он упал и откатился в канаву. Он пытался с помощью грязной воды смыть эту кислоту, что делать было абсолютно нельзя. Я уверена, что это ангел поднял его, буквально поставил на ноги и помог добежать до дома, где были мои две дочери, Ребекка и Дебра. Они решили сразу везти его в больницу. Меня тогда не было дома. Джордж был на служении. Я на служении. Мои две дочери, которым было 17 и 18 лет тогда, пытаются помочь Трею, а он сопротивляется. Но они все же отвезли его в больницу. Врач сказал, что у него ожоги второй и третьей степени тяжести, и что Трей останется слепым. Они не могли промыть раны, потому что тогда полностью сошла бы кожа. То есть диагноз был ужасным. И они не могли связаться со мной, поэтому позвонили свекрови. Моя свекровь просто потрясающая женщина. То есть она просто не знает, что значит нет. Она приехала в больницу и сказала, вы можете как-то помочь ребенку. Врач ответил, ну, все, что мы можем в этой ситуации, только ждать. Тогда она сказала, у меня есть лучший врач. У вас здесь врачи-люди, а у меня есть врач Иисус. Тогда она забрала его и отвезла домой. Когда они приехали, я уже была дома. Я сказала, я слышала учение женщины, которая родилась с непоправимыми дефектами, и Бог исцелил ее. Сын ответил, если Бог совершил для нее такие чудеса, значит, Он совершит это и для меня. И вот он, весь в ожогах второй и третьей степени, на лице, на груди, на руках, со свисающей обгоревшей кожей встает и идет в ванну. А когда он вернулся оттуда через 15 минут, на его теле не осталось и следа от ран. Да, это действительно одна из самых невероятных историй из всех, что я когда-либо слышал о том, как Кларис Флюид неожиданно встретила некоего человека, которого называют мастером домов, духов. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Вчера, во время служения поклонения с Роем Филдсом, я получила исцеление. Я многие годы страдала от артриты и болей в правом колене. Я получила мгновенное исцеление. Мой сын воскликнул, «Мама, ты становишься выше. Я благодарю Бога за вашу программу». Я записала программу с Грэмом Уолшем и посмотрела ее в пятницу вечером. В субботу утром, когда я проснулась, я не обнаружила уже тот небольшой, но удручающий меня на рост на моем веке. Он исчез. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я верю, что Бог исцелил мою шею, которая болела после аварии многолетней давности. Спасибо, Сид, что позволяете Духу Святому двигаться на вашем шоу. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ к Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Проблема в том, что у вас, Кларис, есть еще столько удивительных историй и назиданий для нас, но одна из моих любимых историй о мастере домов для духов. Расскажите нам об этом. Я участвовала в ряде встреч в Малайзии с великой, ныне покойной Дейзи Осборн. В наш единственный выходной мы поехали в старейший город Малайзии – Малакку. В то время там проходил большой праздник, нечто вроде Мардигра. Город был очень старый, смощенный мостовой и очень узкими улицами. Мы застряли в толпе на улице, было почти не протолкнуться ни вперед, ни назад. Там, в этом городе и вообще повсеместно в Малайзии, мы видели так называемые домики богов. Они выглядели как маленькие почтовые ящики. В знак почтения разным богам этих домиков они оставляли перед ними фрукты, конфеты и сладости, выпечку и так далее. А еще они постоянно жгли кусочки бумаги. Так вот, это мастер домов для духов, которые были по всей Малайзии, проживал в Малакке. Также он изготовлял разные другие ритуальные принадлежности. Мы остановились у его мастерской, и я спросила у провожатого, можно туда зайти? Они сказали, нет, здесь живет мастер домов для духов, сюда заходить нельзя. Но я сказала, а я хочу зайти, поэтому зашла внутрь. Сморщенный старичок мастер домиков был на вид лет 85. Так получилось, что в этот день он отмечал свой день рождения. У него были длинные ногти и длинная борода, в общем, типичный азиатский джентльмен. Да, я хочу сказать, что он выглядел очень мило. Он хотел узнать, кто я и зачем пришла. Но он не знал мой язык, а я не знала его языка. Но я ходила по всей комнате, воздев руки, и ему было очень любопытно, что же я делала. Ему объяснили, она благословляет вашу бумагу. На самом же деле я молилась, чтобы всякий раз, когда кто-то сжигает этот кусочек бумаги, тут же высвобождалось бы откровение, вхождение в небесную сферу и принятие Иисуса. Он очень обрадовался, что я молюсь над его кусочками бумаги, и я тоже была очень рада, что могу молиться. Тогда через переводчика он пригласил меня прийти в отель, так как у меня не было других планов. Тогда ко мне подошел человек и спросил, «А ваш Бог может исцелить мою бабушку?» Я ответила, «Конечно, без проблем». Он сказал, «Правда». Я ответила, «Совершенная правда. Можешь не беспокоиться». И поняла, что теперь пути назад нет. Знаете, Сид, ситуация была пан или пропал. И действовать нужно было уверенно. Прекрасно, понимаю, о чем вы говорите. В слове «вера» четыре буквы — это «Р» и «С» «К». Риск. Риск. И она решила рискнуть. Тогда я обратилась к мастеру домиков прямо перед всей его семьей. А он, кстати говоря, был одним из самых богатых людей в Малайзии. Со словами, «Единственный способ это сделать, если вы отречетесь от всех остальных богов, тогда мой Бог исцелит вашу жену». И это действительно была ситуация, которую описал Эдвард Хаттан. Он посмотрел на свою жену, на своих внуков, на все важное и дорогое для него. Обнял ладонями маленькое личико своей жены, пока они о чем-то говорили. Я не понимала, о чем они говорили. Потом он сказал, «Если твой Бог откроет ее глаза и вернет ей зрение, мы откажемся от всех ложных богов». Я сказала, «от всех до единого». Затем повернулась и возложила руки на ее глаза. Вы не боитесь рисковать, позвольте заметить. Но у меня нет особой репутации, которую можно потерять. И вот я собираюсь помолиться за нее. Итак, вы возложили руки на ее глаза. Я возложила руки на ее глаза и сказала, «Я возвращаю тебе зрение». Я убрала руки, старик смотрит на нее и произносит что-то непонятное. «На-на-на, ла-ла-ла, ла-ла-ла». Затем он посмотрел на меня и опять что-то сказал. Она касается руками его лица и плачет, и он тоже плачет. Все в комнате заплакали. Она прозрела. Бог открыл ее глаза. Еще расскажите нам. Вы ведь ходите в сфере сверхъестественного уже 40 лет. Расскажите, какой ваш самый любимый ключ для этого служения? Чтобы двигаться в сфере сверхъестественного, верить Богу, чтобы верить в Бога, мы пророчествуем, совершаем шаги веры. Все, что мы делаем, мы делаем в соответствии с верой, которая живет в наших сердцах. Есть два вида веры. У вас есть плод, у вас есть дар. Дары нам даются, а плоды вырастают. Приближение к этой сфере очень важно. Для нас важно встретиться с людьми, которые движутся в сфере сверхъестественного. Когда я только приняла крещение Святым Духом, я была абсолютно невежественна в том, что касается Слова. Я сама точно не понимала, что делаю, поэтому все барьеры передо мной были сняты. И я обнаружила, что когда Бог положил вам на сердце какое-либо желание, например, как было у меня, с желанием пророчествовать, то все места в Библии как бы возгревают его в вас. Например, я много читала о том, что для Божьего Царства более важны пророки, чем те, кто просто говорит на иных языках. И тогда самый малый из даров откроет двери для всех остальных даров. Поэтому, когда я захотела научиться пророчествовать, я решила обратиться за советом к тому, кто это умеет. Я нашла одну женщину, подошла к ней и сказала, «Я очень хочу пророчествовать». Она улыбнулась мне улыбкой всеведущего человека и спросила, «А почему ты этого хочешь?» Я сказала, «Ну, потому что Библия говорит тот, кто пророчествует». Именно что тот, милая, а не та. Я решила, что, видимо, это не для женщин. Она сказала, «Нет, это для твоего мужа». Тогда я сказала, «А что же насчет женщин, у которых нет мужа?» И я вспомнила стих, «Ибо во Христе нет ни мужчины, ни женщины». И Божье Слово переполнит тебя. Откуда это слово? Отсюда. Знай, что скинье Божье вместе с искупленными. Просто откройся для Бога и пусти его. И как она отреагировала? Она была в шоке. Но с тех самых пор, с того дня, 45 лет назад, церковь видит невероятные чудеса, связанные с действием голоса Бога, который говорит через пророков и исцеляет раненое тело Христа. Прошу вас, используйте этот Божий голос и помолитесь за людей прямо сейчас. Отец, во имя великолепного имени Иисуса, имени превыше всех имен. Я провозглашаю господство, силу и власть во имя Бога над всеми планами, кознями, замыслами и стремлениями врага. Дьявол, мы прямо сейчас напомним тебе. Ты считаешь, что ты князь небес. Я говорю тебе, что царь славы полностью низверг тебя. Ты старый, ты уродливый, и ты никогда не познаешь Божьей любви. Ты никогда не поймешь, что такое прославленное тело. А мы высвобождаем его, провозглашаем и утверждаем его. И для тех, кто слышит сейчас мой голос, я высвобождаю вибрации неба и чистоту жизни. Я провозглашаю власть над всяким неверием и всем, что противоречит несокрушимому, изначальному, потрясающему Слову Божьему. Я пророчествую, я приказываю, основываясь на нем. Я провозглашаю, что у тебя нет никакой силы. Вот что я вам скажу. Дьявол должен бояться, когда эта женщина начинает пророчествовать. Я также скажу вам Слово. Иисус скоро вернется, если вы исповедуете свои грехи перед Ним. Его крови будет более чем достаточно, чтобы смыть их. Попросите Его жить вашим сердцем, стать вашим Господом, и тогда вам откроется ваше предназначение, призвание, мир и любовь. Не откладывайте. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, айпаде или на вашем любимом планшете. Айсен — это средство, которое сделает вас нормальными. Нормальными в соответствии с Библией вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Смотрите в следующем выпуске. Мой гость обнаружил себя в духе, сверхъестественным образом, перемещенным в Белый дом. В течение восьми часов он мог наблюдать, что там происходит. Рискну ли я дать ему возможность рассказать нам об этом? Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова